у нас 11 часов дня доброе утро мои дорогие ну конечно это еще не день для многих это уже это уже обед но для меня это день я себя чуть-чуть порядок привела как всегда ребята в такой такое время я на завтрак о томасик мой золотой ты тоже хочешь завтракать да так сейчас даже не знаю перестань томасик вчера делала хинкал ребята ой был эстеван в восторге был эстеван в восторге а на самом деле вкусный получился ну томас перестань моя кайтаночка еще спит моя солнышко спит посмотрите во что превратил он это окно давай ну иди иди хорошо иди иди у нас такое солнце у нас так тепло ну наверное все градуса 15 есть по прогнозам вообще будет тепляк бамус сегодня меня не можем прийти моего мужа мой муж с утра мой золотой резал эти деревья почему потому что на солнечные батареи они отдают не дают этот теперь надо вот эти этот ну в длину короче одного размера должно быть и эти тоже он гость я порежу а так как тут такая вода столько воды ребята короче вот так идем по завтракам спокойно кива садиселя тучикас что вы же говорите он гостя очень устал хочу закончить и теперь не хотят если вы мне сказали в год вы все только пять вещей а у меня же 20 еще знаете ребята как вам сказать когда человек еще быстрее хочет ой солисты он боя а и прыгать мои казавицы все высох тепло ребята очень тепло я в футболке уже у нас весна ой мой солнышко иди сюда идем не могу тебя найти жену не гулящие непорядочно никакую даже бомжихи нету нету до весны тебе придется подождать ну куда вы бежите я же не сами разговариваю томасы куда пошел давай чеши как ты мой солнышко как ты ой красавец ой красавец красивый мальчик жених у кого есть у кого есть невеста для моего жениха а смотрите какой красавец смотрите какой красавец лала какой красивый какой красивый сейчас я сейчас я вам дам не завидуйте всем есть не завидуйте всем есть и вам есть томас отойди тебя сейчас клюнут сейчас я приду кофе выпью и всем вам дам всем вам дам а как бежала это серая красавица мои красавица сейчас я приду пойдем томас не надо не надо тебе тут чё ищешь яйца до яйца ищешь томас пошли на него смотрите вор ворует яйца пошли иди отдыхай гуляй на солнышке сейчас кайтаночка проснется на сегодня гулять хочет пойти куда то не знаю с кем она там договорилась уже потихоньку выходит ну я конечно глаза глаз постоянно позваниваю я ее оставляю там есть у нас такое место закрытое закрытое место ребята томас томас ну шкодник где ты тут сиди сыра не выходи не надо тебя же украдут дурачок я ему не доверяю он еще выскочит меня спрашивают а где ваш томас бывает когда вы когда вы на квартире девочки мой же муж дома он проходит только на обед туда на квартиру и все и домой а где ваше животное когда вы на работе вы чё не работаете сидите целыми ями животными со своими что ли томас томас да томас знает прекрасно что мы люди рабочие понимаете как-то вот так мы же уже рабочие я работаю уже ребятами работаю вас по за чувствуете мне так не хочу ну начать делать ребята нужно смотрите я вот в одной футболочки до такой тонкой у меня несколько этих черных футболок да мне подходит ну как то меня стройнить посмотрю как на себя как я слушать ну красотка одела сегодня такие простые сережки когда на квартиру вот оденется например вот так прям машина потому что ну вся вода такая ну вот купила я в таком месте об этом даже не подумала ребята вот вода прям течет и течет вот видите да все поле все ну вы сами поняли но все равно разве я сравню эти пейзажи да вот вот с этими квартирами да нахер это надо не хочу мне нравится где я живу я не меняю вот еду на квартиру одену семьи какие-нибудь да вот и целую неделю я не хочу потому что вот а без сережек не могу ребята это не мое без сережек ходить да вот сейчас губы тоже накрошу просто можно позавидовать нашей погоде ребята просто позавидовать это как вот весной уже все ребята уже будет идти зато летом нам никто не позавидует летом кошмар что здесь творится но это лето ребята мне даже не верится у меня будут кондиционеры кому что высому расческа мне кондиционер нужно воно здесь скитали там у травах андона он железе к это то не кондиционер здесь осеняли а я так своим подругам сейчас я вам покажу а Добавил субтитры Алексею Дубровскому 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 я прошел мой племянник хорошо я время провожу сколько я тут было ну час час 10 до какая хорошенькая девочка кирби ником его кирби ником его ай ребята сейчас придет ждет нас там племянник из ивана должен прийти помочь ему я так рада ребята а то он постоянно жалуется жалуется что он что-то там не понимает что-то там не так ему а а тот а его племянник его зовут давид его племянник ребята он учится вот на и вот конструкт на конструкцию вот это знаете вот солнечные батареи сайт он уже давно а это коса не так уж легко я думала там ну курс какой-то да вот как вот машинистка которая печатает там вот это на нет ребята это оказывается очень сложная процедура там там так хорошо у него голова работает у этого парня он очень вот знаете вот они молодежь не как вам сказать не думает в молодости да он очень хорошо учился очень хорошо математику вообще у него очень хорошо далось но не хотел не захотел а закончил только школу и все и бросил сказал иду работать и пошел с отцом работать он работает где продукты и это все разводит продукты неплохая работа неплохо получает ребята но там не знаю там 1500 чтобы у него зарплата на но там не и можно продукты забрать там когда там один день два дня остается до чтобы там просрочено было проблем не туда с этим да у него вот там у него и дом себе купил да ну хоть живет с родителем но у него есть мой муж мне дверь открывает умница умница так вот ребята девушки у него нету у него была девушка он долгое время встречался с одной но не получились дела не пошли хорошо и он как-то расстался его сейчас ему сколько лет ну наверно где-то лет 36 38 может быть не знаю и вот дело в том что ребята вот не научил бросил да и вот он начал замечать короче что ему это не нравится работа целый день машине развозит но это как он говорит что жалеет что не выучился вовремя и вот сейчас начал браться взялся за за вот эту учебу да и это учеба очень и же прочим дорогая дорогого удовольствия понимаете за свой счет учиться все я думала бай наверно словах да потому что многие так ребята пришел раз 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 там если он подождествовали так как моя первая работа я так этот но начал хвалить как какие-то батареи хорошие купил то очень молодец ты правильно а если он его мать когда выходила замуж а его мать это сестра моего мужа если он их водил в школу ребята знаете хорошо его сестра вышла замуж очень рано очень рано вышла замуж и муж у нее хорошие у сестры и все сестра до свидания сестра тоже у него хорошие ребята ну конечно с нервами знаете когда вот человек рано какой-то хороший когда человек рано замуж уходит и вот она вышла замуж у нее не свекровь нету ничего нету потому что но нет было потому что у нее муж вырос тоже вот с теткой с теткой да вот и вот никакой помощи не было а у матери столько детей не могли в тот момент помочь чуть-чуть помучилась она конечно потому что ну представьте себе 17 лет ему 17 лет ей вот она вышла замуж и и вот потихоньку там на квартиру он работал как мог приносил как мог но молодцы до сих пор держатся вместе все вот таким людям конечно низкий поклон вот у них двое детей девочка и вот этот мальчик да и и вот она старалась чтобы они учились они ее не слушали не хотели учиться бросили что дочка что он но они очень хорошо в школе учились ну вот видите какой толк так это вот что мой адам да вот так хорошо учился даже учительница говорила как это он оставит он же у нас самый способный и какой-то толку нету и у сейчас он говорит что и это его вдохновляет и вот он хочет да вот сейчас вот этим заниматься электричеством и я если честно сказать ребята как-то вот не доверяла сейчас еще эти назад его я по просвета я ему как-то не доверяла я вырылась то он потому что он тоже вот за все берется его племянник он там то может он там это а потом до конца ничего не доделывает его племяннику такие же бывают люди он купил дом и хотел там сделать красоту короче навести понимаете что я хочу сказать и вот я уже не знаю сколько лет но так как может быть он там не живет так как семьи нету может быть из-за этого тоже конечно но всю наполовину оставил делал лестницу наполовину оставил делал то наполовину оставил и как-то вот я говори силан и стиван ой вот сейчас придет там тоже вот а вот он он типа он 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 не заканчивается он типа племянник пита монта да и пера а бре а а я buenos días кариño estamos bien te agradezco mucho david por por echar una mano a mi marido porque estaba perdido eso los parámetros de todo el día y me ha dicho esteban que sí que tenéis cabeza para esto no lo dejes cariño sigues delante si encima te gusta y encima encima que esto es que esto hay большое спасибо что ты прошел и что ты помогаешь моему мужу я тебе очень благодарна и не бросает так чуть-чуть оставлю поговорю с ним ребята так приятно прошел племянник он такой довольный мой муж они там вместе варкует варкует его показывать не буду ну вот так далека короче они вдвоем там делает этот вместе аж приятно мне смотреть первый раз пошел на помощь ребята но потому что мой муж тоже ребята я вам скажу никогда не просит вот помоги там или еще что-то это же говорить тоже надо понимаете понимаете иногда 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 людям не доходят понимаете вот чувство помощи и вот это все видите смеются улыбаются так приготовлю я обед накормлю его племянника скажу оставайся с нами кушать и это все так что вот так ребята давайте я вас целую прощаюсь с вами но ненадолго ребята спасибо вам большое спасибо за ваше за ваше внимание дай бог вам здоровья и конечно процветание ребята вашей жизни все в воде ребята такая грязь ты что возникаешь везде у мужа везде грязь ребята их тоже она кормила там у меня дома чуть-чуть тоже еда есть их тоже надо а эти маленькие короче я не знаю как я думаю что через этот виноградник то туда то что она ниже легкие до перепрыгивают вот надо потом наверно к ночи ребята выберу везде такая слякоть вот это дождь вот такая но уже все уже больше дождей не будет по диагнозу так говорят как он поет их тоже сюда уже закрыла потому что не знаю вообще наверное я их перекармливаю все таки надо чуть-чуть останавливайтесь с едой на то я их перекармливаю а этот бедный ходит за находит за ходе на на медненький мой золотой мой не знает как уже мне сказать жену хочу а я не знаю как ему объяснить что я готова купить кому только мы не позвонили нету ребята вот два дня они были открытые потому что там такая лужайка была внутри два дня были они открыты и не знаю ребята нету яйц там три яйца это совсем мало но принципе они же у меня еще все новенькие свеженькие они вообще должны каждый день ставить там как минимум там я не знаю ну наверное где-то есть петрович такой недовольный что я петуха купила туда ходит сюда надо этому петуху тоже но я же говорю этих маленьких чего она так высоко поднимается она просто вот так погода шикарная ребята шикарная я делала сапожки вот и думаю давай-ка спройдусь тут где-то да может быть где-то ставят они яйца прячут бывает же такое потому что у меня было один раз такой склад яиц нашла но уже толку не было от них конечно потому что я же не знаю сколько они там лежали может и сейчас вот такая же проблема да не знаю в принципе они говорят вот так тут силе когда погода погода меняется но тому но резкая резкая такое да мол коры перестают яйца ставить они как-то вот они как-то называют пастуру пастуру это как будто вот они но не знаю как-то на русском будет а чё это тут открыто тут не должно быть открыто это он резал эти деревья сейчас там с племянником блин а томас какой продуманный иди отсюда не хочу чтобы ты сюда заходил он все бегать и бегать просится но просится за мной да вот не нахожу я вот тут такие емкости вижу как будто они тут сидели вот вот видите да вот ребята сколько тут работы но это тоже они тогда пошили что ли куры я вот так ищу на всякий случай а иду потому что у меня живут так вот эта царская птица как там павлина уже вот так мы его поймали мы ее поймали она сидела на яйцах и вот так не вытащила троих или четверых она вот так вытащила потому что павлины ребята стали только в году там ну самое больше 12 яиц тут раскопы какие-то может быть здесь где-то есть и вот они же только стоят для того что одну как для потомства до их не павлина яйца не едят хотя можно ребята есть люди которые кушают но я павлина яйца не ем они вот так она вот так высадила двое чухнули ну за сетку одна большая уже улетела но никто мне ее не вернул нету тут вот еще нет не могу найти значит нет а может быть даже и есть но я просто не нахожу не знаю они же тоже прячутся вот так так что вот такие у нас делали этот я сапожки одела как раз они такие теплые они внутри смехом как раз он все ходит и ходит все мне показывать какой он красивый партийт бедный партийт но скучно ему он один а что мне теперь делать ребята не буду же я за него замуж у меня песок на на это что не песок что роджи песок и все же их отпускаю ребята и песок если все ой павлин хвост открывал что ли еще рано как он у него вырос ай мой золотой все ходит за мной ходит и туда и сюда вот же песок у меня есть все есть ребята и песок есть и все есть со своими подругами сидела говорила они мне таки да вчера ведь ты поскольку сюда пришла я в часам пяти почему это был пипец что него раз что было даже пожарники люди видят выехать не могли тому в такой сильный здесь и ливень был я не видела говорю потому что я в городе же было на него он возле меня а именно и стены нападает если готов на меня нападает я говорю почему интересно мне так интересно вот почему на него нападает а ко мне так от души относятся хочу ты почему из-то его набежаешь только меня любишь меня любишь да партиет и партиет вот так хожу ребята и свои нервы успокаиваю хотя мне уже тут это все нормально ребят не знаю что они там не могут найти что-то они там они хотят подключить потому что батареи уже полные уже набрали энергию и все а вот должны подключить что-то и вот они этим выходи красавица выходи покажись какой он трус ребята ну ты что смотрите петрович как залез какой продуманный какой продуманный а дай ему хоть режь крылья не режь это разница нет ребят толку нет а эти ходят хорошо ребята солнце такое на самом деле ребята я вам одно скажу да нет ребят это ни с чем не сравниться вот пускай будет грязь пускай будет работа все что угодно да но то что тут вот так вышло там в квартире целый день с кухни с кухни в зал зала спальня туалет в ванной да и так перепрыгнуть может тебя в цирк надо тебя в цирк надо а ну давай еще раз а ну покажи как ты прыгаешь покажи девчатам как ты прыгаешь прыгай давай как ты блестишь зараза тебя искупала кайтаночка да и вот конечно ни с чем не сравнишь разве сравнишь вас этой свободой разве сравнишь вас этой природой выйдешь что-то полазишь поделаешь это хорошо ребят теперь вот эти которые солнечные батареи есть у нас там и вот эти зеркала солнечные у нас будет только для освещения поняли да которые на улице теперь я буду поставлю много освещения всего как она легла тот цвет которым поставили это будет на кухне домой от души их накормила от души и все а сегодня все больше не буду давать потому что также не хорошо не докормить как перекармливать понимаете может быть в этом тоже заключается вообще один день один раз в неделю их надо на голодовку сажать да и меня бы не помешало ну ну так как то вот так